Сегодня у нас история от моей подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. Вы можете, конечно же, в комментариях оставить свое мнение, какие-то дать советы. И вообще, если считаете, что такие истории очень полезны на моем канале, ставьте лайк, подписывайтесь. Давайте приступим. Добрый день, Галина! Ваши видео очень интересные и полезные. На ваш канал я наткнулась, когда начала искать информацию о менталитете турецких мужчин. На сайте знакомства я познакомилась с турком. Мне 34 года, я разведена и имею сына 9 лет. Этому мужчине 42 года, он тоже разведен и тоже имеет сына 9 лет. Мы добавили друг друга в Инстаграме, но он мне не писал, только наблюдал за мной. Я решила написать первое и спросила, с какой целью он зарегистрировался на сайте. Он ответил, что хочет серьезных отношений и семью. Наши цели совпали, так как я тоже этого хочу. Я сразу предложила общаться по видео, и он согласился. Мы разговаривали много, он уделял мне внимание, комплиментами не особо не засыпал, не казался мне сразу, что он меня любит, будет на мне жениться и так далее. Мне он понравился. В Инстаграм у него было две девушки, и он сразу их удалил. Хотя я ничего этого ему не говорила и не заставляла этого делать. Коротко о нем. Он родился на востоке Турции. Он курт. В семье их пятеро. Две сестры и брат. Они не учились в школе. В паспорте указано, что ему 45 лет, хотя на самом деле 42. Говорит, что мама всех рожала дома, поэтому записала другой год рождения. Он учился в школе и закончил университет. Младшего брата заставил ходить в школу, и потом опять же заставлял сам учиться в университете. Он поддерживал его финансово, хотя брат не очень хотел, не горел желанием строить карьеру. Работал он в банке 12 лет, после чего банк закрылся, и он не мог найти работу. Именно в этот период он развелся с женой. Говорил, что родители жены пришли и захотели развода, потому что в браке он зарабатывал хорошие деньги, а в тот момент он несколько месяцев уже не работал. Я не думаю, что карьера была на самом деле причиной развода его. Он еще рассказывал, что жена не заботилась о сыне, когда ребенок был голоден, она могла кормить его печеньем и постоянно устраивала скандалы. Его сын живет с ним, говорит, что бывшая жена может один-два раза в год приезжать к ребенку в гости. Возможно ли такое, что он не позволяет ребенку видеться с мамой? Вопрос. Может турок себе забрать ребенка? Али? И я слышала, что у мужчин больше прав, чем у женщин. Ну, у мужчин не больше прав на детей, чем у женщин. Вообще нет. Если мы, в частности, закон вообще берем, то ребенок прислуживается тому, кто о нем может лучше заботиться финансово. По сути, кто там работает. Очень часто, я вас умоляю, история такая же, как в России. Дети в разводах таких проблематичных, скандальных, это разменная монета всегда. Насолить, подергать, поманипулировать, как в Турции, как в России, как и во всех нам, в Украине, в Беларуси и в других странах. И очень часто папы, которые отсуживают детей, не в угоду своей бывшей жене, насолить чисто. Ну, они, конечно, отхичатся, говорят, я люблю детей, мой сын, траля-ля, я с тобой такой стерва его не оставлю. Если он его отсудил каким-то образом, то ребенком чаще занимается бабушка, папа строит свою отдельную жизнь, ребенком не занимается. Они, может, живут вместе, но забота о ребенке падает на бабушку, на тетю, на родственников мужа. Но никак, я не видела тут единицы мужиков, которые бы отсутили ребенка, и сам им все полностью занимается. Ему никто с ним не помогает, да я вас умоляю. Поэтому, типа, он такой весь самостоятельный, ребенок с ним живет, мать такая плохая, устраивала скандалы. Вот сами подумайте, что пишете. Она ему устраивала скандалы, ребенка печеньками кормила. А он, скандалы просто так устраиваются? До повода нет, он же с головой у нее как бы не в порядке, да, она шла-шла, такая, на нее идея упала с неба. О, устрою-ка, я думаю, скандал с ним, да, пришла ругаться. Повод же был, понимаете, она просто во мне договаривает. Мне всегда интересно. Две стороны надо выслушивать, да. А почему она устраивала скандалы? Он 12 лет работал в банке, а достаточно ли у него зарплаты было? Ну что, что он в банке работал? Что-то суперогромные зарплаты, он был директором этого банка, управляющим, топ-менеджером? Нет. А почему скандалы? Может, не хватало денег на жизнь? А он 12 лет работал на одном месте, в который вцепился, не хотел развиваться. Вот я как вижу, да, как психолог ситуацию? Возможно, кризис какой-то, банк закрылся, он не мог 3 месяца найти работу. У меня вопрос, что значит, у тебя есть ребенок, жена, ты не можешь найти работу? Ну, работу дворника никто не отменял, работу условно там, таксистом можно, да, пойти в магазин работать? Ты в банке, операции, деньги. Да где, не знаю, в какую компанию, финансист, ну, какого у него финансового образца? То есть желание, да, потому что я не могу найти работу. Ну, простите, разнорабочим, и в конце концов пойти грузчиком, или продавать семиты, каждый может. Не хотел. Так вот и вопрос. У них поход не очень было. И потом родители жены пришли порядки наводить. Вот и все. И не забывайте, курдская семья, клановая, клановые решаются вопросы, и априори все в семью тащится. Мне кажется, что он у него просто немного тащил в семью. Вот в чем претензия жены была к скандалу. Про кормление печеньками, да, есть такая тема, есть такие семьи, не только мамки и папки есть турецкие, бабушки-то в том числе и дедушки, которые на ужин печенек поели, да и хватит чаю попили. Это вообще проблема не плохой матери, или воспитания, или плохих дедов, бабушек, и там нянь каких-то присмотров. Это проблема неправильного питания в семье, и в Турции в частности. Здесь у них есть такая тема, есть люди, которые неправильно питаются, которые печенье за еду воспринимают полноценную. Ну, вы понимаете, это проблема питания в семье. Это не она шизанутая, которая ходит чисто просто так с пустого места с ним ругается, а ребенка печеньками кормит. У нее в семье так печеньками ее кормили, и ругается он, скорее всего, не просто так, это для разъяснения. Он мне писал очень часто, звонил несколько раз в день, купил билеты на самолет в Украину. Перед вылетом нужно было сдать тест на корону, и он оказался положительным. Он так разочаровался, что начал плакать. Я его успокоила, но увидеться мы не смогли. Его посадили на карантин на 14 дней, а я полетела с сыном в Италию. И тут началась у меня веселая жизнь, начал меня ревновать, начал обвинять, что я ему изменяю. Я не имела на улице хорошего интернета. Он говорил, что я с кем-то разговариваю, поэтому и звонки блокируются. На самом деле у меня не было интернета. Во время разговора он говорил, что цвет экрана меняется, а это значит, что ко мне приходят сообщения, я отвечаю кому-то. Я очень устала от этих обвинений и заблокировала его везде. Здесь остановлюсь. У человека вообще какая-то шиза на эту тему. Ну, то, что вы пишете, это не просто ревность нормальная, это что-то не окей. Через три дня мне его стало жалко, я его разблокировала. Ну, молодец, что я могу вам сказать. Вы своими руками это делаете. Мы с тобой начали общаться, он извинился. Захотел мне переслать деньги, потому что до моря было немного далеко, чтобы я ездила на такси. Переслал мне 300 евро. Обвинения не прекращались. Вот у меня вопрос, обвинения не прекращались, чего вы дальше ждете? Вам нравится быть жертвой, кого обвиняют? Почему вы опять не прекратили это, не заблокировали? Я хотела с ним увидеться вживую и надеялась, что через большее расстояние между нами такие недоразумения. Когда мы увидимся, все будет в порядке. И когда я вернулась в Украину, он немедленно купил билеты и прилетел на пять дней. Все было прекрасно. Он был идеален. Так как мы встретились не в моем городе, он взял мне и себе отдельные комнаты в отеле. Никакой ревности не было. Под конец нашей встречи у нас была интимная близость. Мы очень подошли друг к другу в этом плане. Сказал, что хочет жениться и очень меня любит. Когда прощались, он снова плакал, не хотел меня отпускать. Он очень эмоциональный человек. Я бы сказала, не обязательно эмоциональный человек, а возможно с проблемами, расшатанной нервной системой. И какие-либо эмоциональные переживания он их не может сдерживать и порой контролировать. Да, у него есть эмоции, он тут же плачет. У него есть эмоция ревности, он вас контролирует как ненормальный. Я бы не сказала, это ненормально. Это такие, понимаете, это крайности. Вы одно описали второе, вы вместе это соедините. Приступы ярости, ревности, слезы. Будем дальше читать, что там у нас еще. Когда прилетел в Турцию, снова начал сильно ревновать. Заставлял удалять друзей мужского пола с инстаграма. Ну это нормальная вообще процедура. Все, не только курды или все турки так могут. И вообще должно было быть это пораньше еще. Я сказал, что никого не удалю. Он закатывал истерику, но смирился. Контролировал, когда я последний раз заходила в соцсети. Ссорился, почему немедленно не отвечаю ему. Наши отношения похожи на качели. Вот вам, сами констатируете. Он очень хороший, нежный, добрый. Но эти приступы ревности могут все разрушить. Я постоянно надеюсь, что он поймет, что я ни с кем другим не общаюсь. А как ему это понять, если вы отказались удалять мужиков в инстаграме? Вы ему только почву даете. Видите, какой он островоспринимающий. Что у него с неба вас не зайдет озарение. Он такой, ага, наверное, все-таки я зря. Я ревновался в порядке. Просто так с неба это не произойдет. Следующая наша встреча была в Анталии. Он пригласил меня с сыном и взял своего сына тоже. Мы жили очень хорошо в отеле. Прекрасно относился к моему ребенку. Опять ревности не было. Все было идеально. Наши дети подружились. Он говорил, что хочет купить квартиру в Измире, потому что мне там будет комфортно жить. Я смогу одеваться, как хочу. Абсолютно верно. Правильное решение. Я с этим абсолютно согласна. Он прав. Говорил, что хочет жениться на мне, когда мой сын закончит летом школу, чтобы потом начать новый учебный год в Турции. В последний вечер отдыха подарил кольцо и сказал, что хочет, чтобы я была его женой. Я приняла предложение. Говорил, делает это быстро, чтобы обо мне другие люди не думали плохо, потому что мы ездим друг к другу. Это есть такая тема в Турции. Это правда. Но я как психолог, у меня еще один вопрос будет. А может, чтобы вы не успели раскусить его получше и посмотреть его приступы ревности в реальности? Но думаю, что он это сделал, чтобы другие мужчины не хотели ознакомиться со мной тоже. Когда я вернулась в Украину, ревность стала еще сильнее. Молодец. Он постоянно мне писал, звонил, спрашивал, где я, что я делаю. Я постоянно с ним разговаривала по видео. И когда ко мне кто-то звонил, он начинал ревновать и нервничать. И говорил, что не верит, что это моя мама или друзья мне звонят. Алена, тут уже шизой какой-то попахивает. Вы мне, конечно, простите, не обижайтесь. Это что-то тумач. Я ему несколько раз присылала скрин, но однажды мне надоело. Я сказала, что ничего больше присылать я ему не буду. Мы очень поссорились, и я сказала, что мне это недоверие надоело. Я разрываю наши отношения. Он начал мне напоминать о дорогом отеле за билеты на самолет и говорил, что я с ним только из-за денег. Хорошо себя показал, что он меня не один такой, походу. Я, в общем, ищу какую-то выгоду. Он выставил фото со мной в инстаграме и начал подписываться на всех моих друзей. Говорил, что я пожалею о своем поступке. Он будет писать им, какая я есть на самом деле. Мне было очень неприятно, что мои друзья в этом будут принимать участие. Я каждого попросила, чтобы его заблокировали. Сейчас он просит прощения и говорит, что больше такого не повторится. Я ему сказала, чтобы работал с психологом. Верно. Он признает свою проблему. И я не знаю, может ли человек измениться. Возможно, потому что мы далеко друг от друга. Он так сильно меня ревнует и не доверяет. Вообще нет, это проблема в его голове. Может, просто разный менталитет, поэтому так трудно. Нет. Пожалуйста, дайте какой-то совет как психолог. Ну, психологи совет, они дают рекомендации. Я вам как Галя расскажу, не как в основном психолог. Да, ему однозначно к психологу. Да, это не вопрос ревности, менталитета, разности, расстояния. Это проблема в голове у человека. У него очень катастрофические, либо у него кутростройство есть, это как симптом может быть. Либо у него катастрофически низкая самооценка, которую он пытается скрыть, не показывать. И вот эта ревность, это просто травмированный, с низкой самооценкой человек. И то, что так вы это описывали, ну, отчасти там есть, ну, у него проблема с самооценкой. Но такие прям моменты не очень хорошие вы мне описали. Звоночки определенные для меня как психолога. Вот вы спрашиваете. Он не может тормознуть со своей ревности. Он уже не видит границ. Это моя мама или родственники. Он в это не верит. И мне вопрос к вам встречный. А вам не страшно за такого замуж выходить, в другую страну переезжать? И это однозначно проблема в его голове. Даже если он пойдет на терапию к психологу, это время. А вот это первое время вам не страшно с ним жить и ребенка туда везти? Да, молодец, он классно стелит. Говорит, в Измир поедешь, в свободный город, чтобы ты одевалась как хотела. Круто. Но понимаете, если эта проблема не решится, что дальше-то будет? А у вас город Измир или Стамбул не спасут? Вам будут претензии, что ты не выходи вообще из дома. На тебя сосед посмотрел. И в СИТ в своем доме, там во двор не выходи. Вы понимаете, что это патология какая-то? Скорее всего, это ревность патологического характера. И мы только к психологу. Я на вашем месте бы сказала, дружок, начинай терапию, иди к психологу, ищи. А тогда мы будем разговаривать о свадьбе, переезде. В конце учебного года, как я понимаю, следующего. У вас есть год у него целый, если вы следующий год рассматривали. Ну, вы сейчас мне написали уже осенью. А летом он вам сделал предложение, рассчитывал на этот учебный год. Вы поругались по ходу, поэтому все зависло. Так что доучивайтесь уже с ребенком учебный год. Пусть он у этого 9 месяцев, условно, ходит на терапию, к терапевту, к психологу, и решает свою проблему. У него есть время до окончания учебного года, чтобы вам ребенку тоже не сорвать. А вам, я вообще, знаете, почему у него такие проявления? Вы нашли какого-то себе патологического человека с патологией, с проблемой травмированного. Ну, и вы тоже непроста, вам это тоже нужно. Вы говорите, у нас качели, и вам нравятся эти качели. Не нравятся, вы уже давно оставили и прекратили это общение. И мне его жалко, я сама и спасатель, я сама ему написала. А он вот такой, у нас все прекрасно, хорошо, я себя успокаиваю тем, что в реальной встрече он меня не ревнует. Это пока. Потому что ему есть ресурс ревновать вас на расстоянии. Переедете ближе к нему, будут ревновать. Будем так условно говорить. Он будет доволен, когда вы сидите дома, никуда не выходите. Он у вас дома, вот в вашей рамке вот этого довольства. Мы в реальных встречах, он меня не ревновал. А потом есть гарантия, есть риск того, что потом эти рамки. Он меня не ревнует, ну когда я дома. Ни на кого не смотрю, никто на меня не смотрит, тогда он меня не ревнует. Знаете, есть девочки, когда переезжают, сталкиваются с такой проблемой. Вообще неревнивый мужик, нормально, адекватно. Но они идут по улице, а он ей что говорит? Проблемы с одеждой ты не так оделась-то, это все понятно. И идя по улице, на тебя кто-то смотрит. Сначала он будет говорить, это претензия к мужикам, что они на тебя смотрят. А потом будет задумываться, а может ты провоцируешь как-то их взгляды. Так что это вам повод задумываться. Мне бы было страшно. Я здесь вижу намеки, определенные нотки на патологию какую-то. Я только отправляю его к психологу, и только когда он начнет с ним работать, вы можете разговаривать о свадьбе и совместном съезде, сожительстве с ним. Все. И вот эта спешка со свадьбой, я сразу вам сказала, я даже когда читала, а может для того, чтобы вы не увидели его патологии, он это скрывает? Вот об этом, пожалуйста, задумайтесь. В чем ваша ответственность? Вы ребенка собираетесь перевозить? Во-первых, ребенок не должен видеть, он не виноват в том, что какой-то психолог вы себе найдете условно, который будет тиранить мамку, а потом может бить ее будет, что-то ей запрещать, не выпускать. Ребенок это должен наблюдать? Нет. Ни один ребенок не должен видеть, как мучаются, страдают его родители, в частности, мама или папа. Может, вам нравится страдать, но ребенок это видеть не должен. Переживать это, за вас волноваться, жить в этом страхе тоже не должен. Тревожность вашу перенимать. Зачем? У вас сейчас все прекрасно, вы можете, например, условно, в Италию поездку оплатить, у вас есть какой-то финансовый достаток. Что шило-то на мыло менять? Вам там... То, что как вы сейчас описали, без терапии, без психолога, я бы не поехала. Это слишком рискованно для меня и для ребенка. То, что он красиво может петь, говорить, вы все уедете, а вы потом попробуйте вернуться. Измир, Истамбул, крупные города Анкара-это или Анталия какая-нибудь курортная, вам не спасение. В этих городах тоже есть мужики, которым не нравится, что кто-то там что-то смотрит на их женщин. Дело не в городе, не в людях вокруг. Это вам будет вообще сигнал, вы будете идти по Измиру и видеть, что... А девчонки-то там такой город открытий, чем Стамбул. Это самый прогрессивный в плане вот этой открытости, европизированности. Это Измир. Там студентки, девчонки гоняют в коротких микрошортах, в топиках, простите, титьки на выворот. Вот вся эта история, это все там, они порой там открытие, там закрытые турчонки могут целоваться на улице с пацанами, встречаться, там сидеть, тусоваться, вообще нормально. Пивасик там на улице попивают. То есть это молодежный открытый студенческий город, вот так назову. И люди там, кто остаются, это открытые люди. Так вот, живя там, идя по улице, у вас будут претензии вашего мужика, вы будете идти и видеть, что тут по-другому люди живут, что они себе позволяют больше. И у вас вот этот внутренний недовольство свое и диссонанс еще больше будет. То есть мир хорошее вам место для того, чтобы сравнить, как я живу, какие ко мне требования, как девчонки вокруг живут, или даже как местные живут, даже не иностранки. Так что моя рекомендация как психолога, я подтверждаю. Его отправляем на терапию, ждем окончания учебного года ребенка. За этот промежуток времени вам будет видно, изменился он или нет. Держим его на расстоянии, смотрим на его ревность. Если он продолжает, уходит в психолог, а продолжает ревновать, себя так вести неадекватно, вот это вообще до свидания. Не даем никакой шанс, я бы не давала. Окей, я про себя говорю, вы как хотите. Вам просто это притягивает, вам нравится. Неровен час, когда там к вам будут претензии, и вы потом из этой турции несчастной вообще уехать не сможете. Вот еще ребенка за собой потащите. Это могут быть огромные-огромные проблемы. В общем, чувака держим на расстоянии, на проверочке. У него какие-то с этим проблемки есть. Ух, нездоровая какая-то история. Специалисты в Турции, психологи тоже есть, терапевты. Здесь это вообще тоже популярная тема. Недешевое удовольствие, дороже, чем в России. Но есть, при желании, можно найти. Люди пользуются. И онлайн-психологи тоже у них тут есть. И по скайпу позвонить можно. В общем, он будет говорить, что нет хорошего психолога. Плохо искал. Здесь есть где покопаться, страна немаленькая. Спасибо всем за внимание. Напишите девушке в комментариях, как ей поступить в этой ситуации. Какой вы из-за ее вед можете дать. Если вам нужна моя консультация как психолога, всегда в инфобоксе под видео. Я оставляю свою почту. Вы можете на ней написать темой письма консультация. Или прислать как автор письма анонимную свою историю. Темой письма история от анонима. Спасибо всем за внимание. Всем пока.